На библейский портал «Экзегет» поступил вопрос, чем смертные грехи отличаются от обычных. У апостола Павла в послании к римлянам есть такая замечательная строчка «Возмездие за грех смерть, а дар Божий – жизнь вечную в Христе Иисусе». Вот почему-то он не сказал «Возмездие за смертный грех смерти или за несмертный грех смерти». Есть такой перчень, конечно, смертных грехов, но думаю, что если вам на шею повесить камень, то не сильно будет отличаться от того, что вам на шею повесили мешок с песком. Маленький грех. Что такое грех? Грех – это жизнь без Бога. И в какую сторону ты не поверни, если ты эту часть жизни прожил без Бога, если ты сознательно отвернулся от Него или сознательно пренебрег тем, что Он все равно это видит и слышит, или сознательно делаешь то, что понимаешь, что противно Его воле и бытию, все равно, какой грех ты совершил. Все безбожье ведет нас, по апостолу Павлу, к жизни без Христа. В конце концов, в человеке вырабатывается привычка. Большой ли это грех? Маленький это грех? Ну, апостол Павел... Ну, есть, конечно, грех не к смерти. Есть вещи, которые человек делает, может быть, даже не по своей воле, а от своей какой-то грехонной привычки. Но в любом случае, любой грех — это смерть. Апостол Павел говорит, что возмездие за грех — смерть. Поэтому сами выбирайте, большие, маленькие, смертные или несмертные. Жизнь с Христом или жизнь без Христа. С Христом жизнь, без Христа смерть. Аминь. Продолжение следует...